Привет зритель! Как думаешь, какой чайник лучше? Вот этот, который я раньше обозревала, он КТ-Хитворд, КТ-679. Или вот этот, КТ-634. Оба они сейчас уже ждут тебя. Оба залиты по максимуму. Этот, кажется, как бы поменьше, но он немножко так вот, прям, как вот баба бывает такая на чайник. Вот прям баба на чайник, а этот такой солидный. Он как бы повыше, но они оба на 1 литр 700 мл. Вот здесь вот ручка вот такая. Вот за это возьмешься, уже горячо будет. А здесь вот, возможно, возьмешься и не будет горячо. Если тебе интересно, как он внутри, то глянь мой инстаграм. А если интересно внутри, как вот этот, то дай знать камент, и я зафоткаю и скину в инстаграм. Смотри, он какой красивый. У них, в принципе, одинаковые носики. Вот из этого носика очень удобно наливать водичку. Из этого, наверное, тоже. Они оба снабжены термометрами. Включаю сеть. И давай одновременно мы с тобой их оба включим. Смотри. Этот горит синеньким. А этот горит красненьким. Ну, красненький подходит к красненькому. А вот синенький, ну, необычно же. Сейчас я его выключу временно. Послушаем, как шипит другой друг. Производитель обещал, что вот это счастье за 4 минуты скипит. Ну, в принципе, где-то так вот, наверное, и бывает, если уж совсем полноценно. Я не замечала. Но вот этот, он только начинает еще шипеть. Так-то я хотела бы сравнить, кто быстрее. Но я думаю, что, в принципе, может быть, они одинаковые в этом плане. Форма чуть-чуть отличаются, но внутренности наполнения и, не считая вот самого дизайна, они в этом плане одинаковые. Единственное, что этот закипает, начинает шуметь сразу же, потом замолкает и шипит уже, шумит, когда вот совсем чуть-чуть осталось до закипания. А этот у нас, ну, не сразу начал шипеть. Мы, в принципе, включим второй. Хотя получится тогда, что этот закипит раньше, ведь тот немножко выключался на какое-то время. АСМР-ные звуки, не так ли? Смотри, синий цветное окно прям падает. Этот, возможно, тоже бы падал, но он стоит чуть дальше. Ага. 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 Красный, кстати, чуть-чуть помощнее было. Вот это красный. А вот это надо графить. Ну, в целом они, в принципе, одинаковые. Даже вот так сейчас покажу тебе. И хоть разница мощности всего ничего, но этот, как бы, для деревни, для моих домов деревни, вот лучшим вариантом, он чуть-чуть поменьше берет электричество. Не в плане электричества, просто чуть-чуть менее мощный. На совсем чуть-чуть. Не знаю, как у тебя, зритель, есть ли дача или деревенский домик летний. Но у нас, если включается чайник и работает холодильник, то уже не включишь плитку или, допустим, насос. Иначе выглядит пробки. Продолжение следует. 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 Как ты уже понял, в принципе, что тот, что другой чайник можно выключить в любой момент Вот ты надо слегка подогреть вону и выключаешь Вот дошло до определенной температуры Смотри, как парит черненький чайник Вот он и выключился Ибо мы вот этот-то отключали на какое-то время А тот работал все это время Можешь не ждать, когда он закипит Вот выключилось и надо чуть погорячее А можешь подождать, когда закипит В принципе, не особо так и долго Этот более громко выключается Ты заметил, зритель, да? Красненький чуть-чуть помошнее И чуть более громко выключается, чем, допустим, черненький Хотя он ближе к серому Тебе какой больше чайник нравится, зритель? Да этот кладь в камен ты Какой бы ты себе приобрел? Допустим, надо тебе позарез чайник В деревню, в сад там чайку попить, если электричество проведено Или дома Ну, как бы удобнее, конечно, газ включить Но вот у нас очень жарко сейчас снова И чайник кипятить на газу как-то, ну, еще более жарко А если включить электрический Он даже быстрее дойдет А, по крайней мере, от него точно жарко не будет Всем спасибо за просмотр И пока! Не забудь поставить палец кверху